Снова здрасте. Не хватало Окленду проблем. Решили, короче, они построить себе башню, якобы самую высокую в их регионе. Значит, построили они вот эту Sky Tower. Я не знаю, высота этой башни какая. Тут небольшое видео про нее. Ну, собственно говоря, все, по-моему, уже видели до хрена всего, и как-то это особо никого не впечатляет. Я, кстати, сейчас нахожусь около него. Он у нас сверху. Как вы видите, у нас продолжает идти дождь. Он просто не кончается. А здесь я просто увидел цены. Прогуляться по крыше той хрени стоит 225 долларов для взрослого, 195 для студента. И прыгнуть я так и не понял, сколько. Здесь family package на прогулке. 625 на семью. 625 на семью. Ребенок 175, взрослый 195. 225. А, это Sky Jump. А прогулка 150 долларов и 130 для студента, 120 для ребенка и 420 для семьи. Так что прыгнуть 225 долларов, а погулять по крыше вот этой хрени стоит 150 долларов. Ну, я не знаю, конечно, сомнительное удовольствие, наверное. Ну, в общем, вокруг этого здания построили целый Sky City. Там вот виден их логотип. Такой комплекс сооружений. Тут рестораны, бары, ночные клубы, концертные залы, кинотеатры. В общем, все-все-все-все-все. И народ ходит, тусит и, как бы, получает от этого какой-то кафе, я не знаю. В общем, такие вот дела. Вот она. Это та самая башня. Такой тут у нее входик. То есть, она не такая большая, на самом деле. У основания, я ожидал увидеть, что это более внушительное сооружение. Но оказалось все довольно просто. Я не знаю, если будет здесь когда-нибудь землетрясение, которого, к счастью, пока еще не было. Насколько башня это выдержит, точно, насколько она, как бы, надежная. Ну, ладно. Раз стоит уже лет 10, наверное, может, больше. Это, наверное, все будет хорошо. Такие вот дела.